Большинство бухгалтеров переживают из-за введения НДС на упрощенке. Не все готовы к сюрпризам налоговой реформы. О сложностях в работе поговорим сегодня. Здравствуйте, я Елена Тарасова. Вы смотрите «Бухгалтерские новости» от журнала «Главбух». Президент подписал закон о налоговой реформе. В документе есть несколько сюрпризов, которым оказались готовы не все. Во-первых, упрощенщики должны будут выставлять счета фактуры, даже если не платят НДС. Во-вторых, многие компании и предприниматели на ОСН, а также их контрагенты озадачены. Какие цены устанавливать в договорах? Поднимать ли их с учетом НДС, а если поднимать, то на сколько? Ну вот, например, в 2024 году доход компании не превысил 60 млн. рублей. А как быть, если в 2025 году доход будет больше лимита? Получается, в любом периоде следующего года может возникнуть необходимость платить НДС или нужно будет перейти со ставки 5 процентов на ставку 7 процентов? В этом случае налоговая оговорка и необходима, и возможна. Почему она возможна? Потому что, как разъяснили высшие судебные органы, и Конституционный суд, и Верховный суд, и еще высший арбитражный суд 15 лет назад, НДС, который указывается в счете фактуре, это часть цены, часть окончательной цены. Есть цена без НДС предварительно, и уже с НДС это окончательная или итоговая цена. И вот, поскольку этот НДС, выделяемый в цене, это часть цены, то стороны могут договориться о том, на кого пойдет время в случае изменения ставки или появления, допустим, упрощенца обязанности платить НДС, стороны могут об этом договориться непосредственно в договоре. Суды признают такое право, и чтобы не было потом недоразумений, конфликтов и недовольства с какой-то стороны, нужно просто этот факт договорения. Как снизить риски при изменении в налогообложении сделок и стоит ли заранее увеличивать цену договора на НДС, спросили у практикующих юристов. Их советы читайте в статье по ссылке. Госдума повысила взносы для ИП и изменила срок уплаты. 23 июля депутаты в третьем окончательном чтении приняли поправки в НК. Помимо налоговой реформы, бухгалтеров ждут и другие изменения. В частности, изменится размер страховых взносов, которые бизнесмен платит за себя. Сумма платежей вырастет постепенно. К примеру, в 25-м году предприниматель заплатит 53 658 рублей, а в 27-м уже 61 154 рубля. Вырастут и максимальные суммы, которые должен предприниматель заплатить с учетом дополнительных взносов за каждый год. Также изменится срок уплаты страховых взносов. Со следующего года платить за себя придется раньше, до 28 декабря. Сейчас бизнесмен вправе перечислить взносы не позднее 31 декабря. Налоговики не видят рисков принятия самозанятых в штат. Об этом они сообщили на своем сайте. Если работали самозанятым, а потом решили взять его в штат, такой перевод не влечет налоговых рисков. Однако важно предусмотреть, чтобы прежний ГПД и трудовой договор не копировали друг друга. Ведь налоговики могут поинтересоваться, почему не взяли этого подрядчика в штат сразу. Признаков, которые докажут наличие трудовых отношений, более 20. Это может быть и ситуация, когда работа, которую выполнил самозанятый, совпадает с его трудовой функцией после приема в штат. Компании неожиданно заморозили счета из-за старого отчета. Налоговики решили, что компания его не сдавала. Мы разобрались в причинах блокировки и написали алгоритм, который позволит быстро снять блокировку и вернуться к нормальной работе. Заморозка счетов возможна в течение трех лет со дня, когда компания должна была сдать декларацию. Если речь идет о более старых отчетах, блокировка незаконна. Но для формы РСВИС-6 НДФЛ трехлетнего ограничения нет. Получается, за не сданный вовремя расчет налоговики вправе заблокировать счета с 21 дня просрочки и до бесконечности. Если вам заблокировали счет, сверьтесь со схемой. Она поможет быстро понять, как действовать. Сначала проверьте, сколько лет прошло с момента представления отчета. Если больше трех, можно оспорить действия инспекторов. Но если компании нужно срочно разблокировать счет, придется пересдать расчет. Нештатные бухгалтеры, которые оказывают услуги как предприниматели или самозанятые, должны соблюдать антиотмывочный закон так же, как бухгалтерские компании. Об этом предупредил Минфин. За нарушение возможен штраф до 1 миллиона рублей. Но не для всех. Бухгалтеры обязаны регулярно проверять клиентов и отказывать в обслуживании тем, кто попал в черные списки ЦБ или Росфинмониторинга. Это требование антиотмывочного закона. Если вы обязаны соблюдать закон 115, вычисляйте подозрительных клиентов, проверяя их по установленным критериям. Ведь штраф не единственное возможное последствие нарушения. Если банки выяснят, что вы работаете с неблагонадежным клиентом, то могут устроить проверки и другим вашим партнерам. Это отразится на вашей репутации. В статье найдете памятку и алгоритм, как выполнить требования, чтобы у банков и Росфинмониторинга не возникло претензий. Еще больше полезной и интересной информации в 15-м номере журнала. Электронная версия уже открыта. Делитесь своими новостями под видео и подписывайтесь на главу ВКонтакте и Телеграме. До скорой встречи!